Добрый день! Средняя заработная плата в республике в 2013 году составила чуть менее 22,5 тысяч рублей. С учетом инфляции реальная заработная плата выросла на 4,3%. Таким образом, уровень благосостояния жителей нашей республики растет. Однако многие уфимцы не согласны с этими цифрами, считая их завышенными. Насколько объективны статистические данные? Откуда берутся и как считаются эти цифры? Что такое уровень жизни? И каковы основные статьи доходов и расходов населения? Вы смотрите «Эксперт-клуб». Сегодня в студии заместитель руководителя Башкортостан-стата Рустам Гатаулин. Рустам Шакирьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Констатирует ли статистики повышения уровня жизни жителей республики? И какие показатели наиболее точно характеризуют уровень жизни? Уровень жизни не может ограничиваться одним единственным показателем. Это целая система показателей, характеризующих состояние нашего общества. Что-то там, какой-то из них этих показателей более благоприятно имеет, там просто рост имеет, какие-то показатели, к сожалению, не очень достойно мы выглядим. Вот я сделал слайд, это вот перечень только, это группа даже показателей, а не перечень показателей. То, что вы сказали, зарплата, это пока относится один, одна из частей, показатель личных доходов населения. Кроме этого, есть показатели расходов и потребления, как он употребляет это, использует эти свои доходы. Потом есть показатели уровня, например, жизни, дифференциации, то есть расслоение нашего населения, нам бедных и богатых. Вот очень острые вот в этой части у нас проблемы нашего общества. Есть и такие общепризнанные, ну, интегральные индикаторы уровня жизни, социальные индикаторы уровня жизни. То есть те же самые экономические показатели, социальные показатели, они все всего в целом характеризуют уровень жизни населения. Нельзя лукавствовать, используя только один показатель и говорить, что это вот повышение уровня жизни населения. Но если объединить все эти показатели, все-таки можно ли констатировать о том, что уровень жизни растет или он снижается? Я все-таки осторожно бы подошел к такому, так однозначному ответу, уровень жизни улучшается или не улучшается. Все-таки, если говорить о уровне дохода населения, абсолютный прирост, темп роста этого дохода в глубокой динамике, они, естественно, наблюдаются. Большое расслоение среди населения, среди в обществе набедных и богатых дает эффект негативный. Дело в том, что соотношение доходов наиболее богатых по отношению к наименее бедных слоев населения уже у нас достигло уровня 17,5 раз. А в международной практике порог 4-8 раз. Если уже превышает 10 раз, это вызывает особую социальную напряженность. И эта социальная напряженность в нашем обществе и чувствуется. Есть, конечно, и положительные моменты в этом направлении. Например, статистики говорят о том, что доля расходов населения меньше становится доля напитания. Вот среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в республике, включая малый бизнес, в 2013 году составила 22 440 рублей. Из чего складывается вот этот показатель доходов населения? Включает ли он НДФЛ, социальное отчисление в небюджетные фонды и иные необязательные платежи? Или это то, что остается на руках у людей? Ну, средняя заработная плата – это то, что начислено конкретно работнику. Туда и входит и НДФЛ. Но не входят все социальные отчисления в небюджетные фонды. Это уже нагрузка работодателя. То есть получается, что вот эта цифра 22 тысячи рублей – это оклад? Да, все начисления, которые были произведены по фонду оплаты труда, включая оклад, там всякие набавки, премиальные и так далее, и так далее. То есть пока без выдержания подоходного налога. То есть вот на руки в среднем житель республики получает 22 тысячи минус 13 процентов? Не так получается. Некоторые наши читатели считают данные по средней зарплате необъективными, поскольку в общем котле учитываются как зарплаты топ-менеджмента, так и рядовых работников. По их мнению, для объективности считать среднюю зарплату нужно внутри каждой профессии или отрасли. Что вы можете сказать? Такие наблюдения у нас ведутся по категориям, даже вот у нас ведутся по видам экономической деятельности. Уже по видам экономической деятельности, ну, включая еще и вот по категориям работников. Например, мы с прошлого года во исполнение указа президента Российской Федерации о повышении зарплаты работников отдельных категорий в социальной сфере мы начали вести наблюдения ежеквартально. Это в части образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. Там мы наблюдаем 11 групп категории работников. Есть в какой-то части продвижки уже, вот за год уже сразу видно, видно, как повышается. Где-то еще темпы роста не такие высокие. То есть такие по категориям, по отдельным группам, группировка средней заработной платы ведется. По данным Башкортостан-Стата, денежные доходы населения выше, несколько выше средней заработной платы. Как соотносятся эти показатели? Дело в том, что ведь доходы населения не только заработная плата. Да, в большей степени это у большинства населения единственным источником дохода и является заработная плата. Но кроме этого, есть у нашего общества население доходы, как пенсия, пособия, социальные трансферты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от использования собственности. Да, плюс в том, есть еще доходы, которые невозможно учесть. Они тоже есть. То есть легально их невозможно учесть, но расчетным путем все анализируя все эти данные, через расходы населения мы это выявляем. И это видно. У нас оплата труда, чисто зарплата, в структуре всего общества, когда мы смотрим, составляет всего на всего 29,6%, ну где-то порядка 30%. По международным так, измерениям, это порядка 60-70%. Но у нас доходы выпали в другие доходы, скрытая заработная плата, нерегистрированная дохода населения и так далее, которая составляет 37,9%, очень высокая, так скажем, доля структуры. Это говорит о чем? О болезни нашего общества. Ну, здесь еще необходимо отметить, что можно отметить. Вот, например, социальные трансферты, пенсии, пособия, стипендии и так далее, они имеют тенденцию в динамике к росту постепенному. Это говорит о чем? О том, что они постоянно индексируются. А зарплата у нас, к сожалению, таким темпом не индексируется. То есть, соответственно, она теряет свою весовую категорию, свой вес в общей структуру. А если перейти к расходам населения, каковы основные статьи расходов наших сограждан? Ну, это, конечно, укрупненная группировка расходов. Естественно, рассматриваются расходы на питание, в первую очередь, да? Расходы на оплату услуг, расходы на покупку непродовольственных товаров. Ну, мы, естественно, выделяем потребление алкогольных напитков, как один из индикаторов здоровья, так скажем, самого общества. И вот, потребление алкогольных напитков в динамике, если смотреть, как-то обнадеживает. Что касается вот доли расходов на питание, она тоже как бы характеризует, что уровень жизни наше в какой-то степени все-таки имеет положительную тенденцию развития. Чем меньше расходуется на питание, значит, говорит о том, кем выше уровень его доходов, он больше использует на разного рода оплату услуг и так далее. То есть на рекреацию, на отдых. Понятно? Понятно? Вот в кризисные годы, восьмой-девятый год, она вот скакнула. Еще один резонансный показатель – прожиточный минимум, который в четвертом квартале составил чуть менее 6,5 тысяч рублей. В целом по России эта величина выше – 7 326 рублей. С чем это связано? Ну, это связано с составом потребительской корзины, что у нас находится, и ценами на этот состав потребительской корзины. Надо отметить, что традиционные цены на вот этот продукт питания, на товары, услуги, которые у нас и в потребительской корзине есть, они сравнительно ниже, чем в других субъектах. Относительно, конечно. Конечно, относительно. Исходя из того ценовой котировки, которая сложилась у нас, в нашей республике, она чуть получается дешевле, и, соответственно, прожиточный минимум у нас меньше, чем в целом по России. Рустам Шакирьянович, спасибо за ответы. Вы смотрели рубрику «Эксперт-клуб», и мы сегодня говорили о заработной плате, о статистических данных и об уровне доходов населения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!